Анна, его сестра, играет медсестру в фильме. Я думаю, что сейчас уже это интервью доступно, наверное, на сайте журнала Искусство в кино. Он там много интересного рассказывает о фильме, и как раз они рассказывают это буквально дуэтом со своей сестрой, потому что они все делают вместе, они и сценарий пишут вместе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что это за образ служанки, француженки. Как-то необычно, что европейская женщина из Франции прислуживает в немецкой семье. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Они служат в документ Atlantis. Они приходят в ваших странах. В этом нет ничего необычного, это такая обычная практика, называется «ау-пэр», это когда девушка из Франции или из Англии приезжает в Германию и наоборот учить язык, она учит немецкий. И ей дают комнату в доме, она приглядывает за детьми, учит их параллельно языку, то есть это совершенно нормальное явление, в этом нет ничего особенного. То есть они не служанки. То, что вы сказали, наверняка так и есть, просто вызывает сомнение, что в такой радикальной, почти сектантской семье могла появиться женщина, не принадлежащая к этому же религиозному направлению и иметь воздействие на детей. Да, это очень важно. Да, я думаю, что Бенедет, она тоже в этом роде, она тоже в этом роде. Это очень важно. Бенедет, это может быть такой способ, в котором эта церковь могла функционировать, потому что это нормально. Она очень внутри жизни, и для нее танцевать нормально, это не проблема. И вы можете также сделать себя красивой, и это нормально. Так что я думаю, что это работает. Бенедет, это тоже часть этой церкви, но она немножко либеральнее к этому подходит. Помните эту сцену, когда Мария раздевается и замерзает, она к ней подходит, а начинает ее утешать. То есть она более толерантна, она может позволить себе танцы, она может себе позволить хорошо выглядеть. И, возможно, Бенедет, именно то, как эта церковь может, в принципе, дальше функционировать. Вот в такой форме она допустима. И, понятно, еще один вопрос по поводу доктора. Так обтекаемо и очень лабидарно было это представлено, но я хотел бы уже окончательно понять. Намек в этой сцене на то, когда он говорит о страданиях, которые он видел, знает, на то, что он еврей? А еще, вот ваш монолог в самом начале фильма, когда фильм начинается, это огромный текст, снятый одним куском. Это было заучено наизусть от начала и до конца. Да, все эти тексты мы учили, и в этом отчасти состояла сложность снять все единым кадром. И я помню, я думаю, что мы шут, потому что у детей, мы были только... Это было только 4 или 5 часов, а не больше, потому что, в Германии, вы не позволяете. И, я имею в виду, что это не так, что вы не позволяете шутить с ребенком. Я думаю, что это 4 часа в день. И я помню, когда мы делали это, и это было очень хорошо, и это было очень хорошо. И это было 15 минут, я думаю, и тогда это было 13 минут, и это было 13 минут, и это было маленькое, маленькое, что я думал, что... Я хотел бы опять сделать это. oddsболевее. Я хочу обратить вас также это нормально. Так что вwarmfoundzить здоровьем внутрь. Да не очень. Да, и так все. Да, любитель Blindino. На ееpowderию. На ее запах, чтобы подумать, каким образом перемещались. А я доподbuhinto не вновь. На которой cake видит революционность управления. ТРЕВОД В. Ну, сцена эта была очень сложная, потому что в ней задействованы дети, а в Германии, когда присутствуют дети, не разрешают снимать больше четырех или пяти часов в день. То есть ограниченное было время. Я помню, мы снимали, и все хорошо получалось. Это, по-моему, сцена длится 15 минут, и где-то на 13 минуты что-то произошло, я заикнулся или что-то, и нам пришлось все снимать сначала. И в этот момент очень сложно снова обрести энергию и не издаваться, но в этом состоит работа актера. Большое спасибо замечательному актеру. Спасибо зрителям. Приходите еще. Хотя, в общем, фестиваль, простите, закончился уже. Но еще сейчас, кстати, очень хороший фильм будет в первом зале, в час ночи начнется.